Ремонт и строительство объектов теплоэнергетики, повышение надёжности коммунальной инфраструктуры. Тверская область готовится к новому отопительному сезону. На заседании регионального кабинета министров рассмотрели итоги отопительного сезона 2023-2024 и поставили задачи по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Подробности у Ирины Синягиной. Несмотря на то, что отопительный сезон в этом году затянулся и закончился в некоторых муниципалитетах только в середине мая, внимание областной власти уже направлено на подготовку к новому отопительному периоду. 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036. В число ключевых показателей достижения национальных целей включено существенное улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение значимого роста эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, своевременная качественная подготовка к отопительному сезону и его безаварийное происхождение, прохождение является, конечно же, важнейшей частью работы по этим направлениям. Стоит отметить, что в Тверской области с 2020 года не зафиксировано серьёзных аварий на сетях тепло, водоснабжения и водоотведения. Снизилось количество технологических нарушений. Кроме того, в сезон 2023-2024 годов на 18% уменьшилось среднее время отключения потребителей в период проведения работ на электросетях. Сформирован областной резерв материально-технических ресурсов, которые используются для оперативного реагирования в случае неполадок на сетях. Кроме того, улучшились показатели по получению в муниципалитетах паспортов и актов готовности объектов коммунальной инфраструктуры. Ежегодно меняется 5% тепловых сетей. Это неплохой показатель. Это то, что в положительную сторону выделяет область и, наверное, приводит к результату. К началу отопительного сезона 2024-2025 годов предстоит обеспечить готовность более 830 котельных, свыше 1800 километров тепловых сетей, порядка 6000 километров водопроводных сетей, более 2300 километров сетей водоотведения, а также около 65 тысяч километров электросетей. В 2024 году заложены бюджетные средства на ввод новых современных газовых котельных. 24 объекта построят в Жарковском, Краснохолмском, Максатихинском, Вышневолодском округах, а также на модернизацию коммунальных сетей в 13 муниципальных образованиях. До 10 июля в муниципалитетах предполагается провести обследование объектов ЖКХ, утвердить планы графики мероприятий по их приведению в нормативное состояние к предстоящей зиме. Сегодня граждане, проживающие в многоквартирных домах, ждут более добросовестной работы от управляющих компаний, быстрой реакции и чуткого отношения, а не отписок и промедлений в отопительный период. Особенно, когда речь идет о жилом фонде, которому более 15 лет. Сейчас поставлена задача по анализу работы управляющих компаний, и что в рамках государственной политики мы могли бы сделать в части улучшения работы муниципальной и областной власти по отношению к запросам граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну и, конечно, как часть этой работы, это прохождение отопительного сезона. В течение лета будут проводиться гидравлические испытания, промывка сети, формироваться нормативные и резервные запасы топлива, необходимые материально-технические ресурсы, проверяться готовность специалистов и оборудование к ликвидации возможных нарушений. Все основные работы по подготовке коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне-зимний период необходимо завершить к сентябрю этого года. Особое внимание уделив социальным учреждениям, отметил губернатор. При этом все мероприятия должны быть синхронизированы с ремонтом дорожной сети, благоустройством общественных территорий. Продолжение следует...